Микс Ньюс Добрый день, вы в эфире программы «Встретились, поговорили» Я ее ведущая Евгения Шафранок Помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у нас эфир радостный, веселый Наконец-то мы отошли от политических проблем Сегодня у нас актриса, стендапер, юморист Елена Новикова Добрый день, Елена Добрый день, Евгения Как правильно? Евгения, да? Евгения Елена не сразу запомнила мое имя Говорит, мужское какое-то, помни, ладно Как вы сами себя вообще называете? Юморист, стендапер, стендаперка Как правильно сейчас? Не знаю, себя кроме как «Я ж мать» никак не называю Вот если когда я думаю про себя И как-то себя идентифицирую Ну, а если про род деятельности То, скорее всего, стендап-комик и актриса А стендап-комик это вообще такая, ну, прибыльная Можно заработать ей? Вот я все время смотрю на этих ребят Они когда говорят стендапы свои Они почти всегда упоминают о том Что они вот где-то работают И как бы стендап это скорее хобби А ваше... Кто-то говорит, ваши стендап-комики? Нет, это ваши, так говорят Наши, да Да они нас разыгрывают Серьезно На самом деле нельзя ничем заниматься Если ты занимаешься стендап-комедией Стендап-комедия такая ревнивая Что как только появляются другие проекты Ты тут же предстаешь писать шутки И начинаешь их писать плохо И все, грубо говоря, идет по одному месту То есть это такая полноценная работа? Конечно, это полноценная работа Это авторская работа в первую очередь Во второй очереди это актерская работа Что мне очень приятно и радостно Поэтому я так рада, что мы с этой профессией Друг друга нашли Что я наконец-то обслуживаю только свою фантазию И свои какие-то месседжи А не режиссеров с их фантазией, скажем так А мало ли, как у них там фантазия Да, да, да Тут, знаете, ванштайны, может, тоже вот У вас сегодня будет выступление Да, сегодня будет у меня сольное выступление Давайте, может быть, да, вот пару слов Вообще, что будет сегодня, что ждать Сегодня в клуб студии 69 69, да В котором мы уже не первый раз выступаем Мы выступали там и с ребятами-комиками С Интенап на ТНТ И с ребятами из Белоруссии Это такое место прекрасное Где в Риге, в центре Риги Насколько я понимаю, да, это центр Происходят очень интересные молодежные всякие движухи Туда приезжают интересные музыканты Интересные стоп-комики Просто интересные личности Насколько я понимаю, там происходят какие-то еще По-моему, лекции, перформансы Перформансы, интерактивы, да И вы И я, и я, да И сегодня будет мой первый Это мой первый, на самом деле, сольный концерт Сегодня То есть сегодня впервые я буду выступать Не 20, не 30 минут, а 50 Страшно? Очень страшно, очень страшно держать все в голове Я уже, ну, не очень молодой человек В этом плане, чтобы удерживать Такое количество информации Я понимаю, что мне нужно как-то очень хорошо настроиться Чтобы, ну, где-то даже импровизировать Общаться с публикой Но, слава богу, я приехала не одна Еще приехал ваш рижский комик Рижский актер Виталий Щанников Он тоже будет мой друг Он сегодня будет выступать А как вот, кстати, вообще у стендаперов это происходит, да? То есть Вот вы читаете, там, скажем, свой стендап Своё выступление У вас одна тема переходит в другую тему Как вы не теряете эту нить? Как вы не забываете? И что вы делаете, когда забываете? Ну, когда мы забываем В стендапе всё настолько честно и открыто Всё швами наружу Что если ты что-то забываешь Ты говоришь, пардон, я забыл Давайте поможем мне это вспомнить Как вы думаете, про что я хотела рассказать? Публика включается? Конечно, включается Но стендап это такой очень честный Такой правдивый жанр Когда ты можешь не Как бы ты же не за четвёртой стеной А сама по себе Вы сами по себе Мы у нас вместе Это же разговор, по сути Это должно выглядеть таким общением Такой коммуникацией Меня и публики Вот я стою перед вами Какая есть С всей своей личностью И вот вы сидите И мы вместе думаем Про то, что я сейчас говорю Вот Поэтому, когда что-то происходит Какой-то косяк Это совершенно не страшно Это я сейчас себя убеждаю На самом деле это страшно Это очень страшно Я самая обаятельная привлеката Автотренинг Такой просто Я поняла Вообще в стендап Вы пришли всё-таки из актёрства Это, наверное, одна из основных Первая профессия основная Это именно актёрство Но теперь это вот как-то Заменилось стендапом Жалеете, не жалеете И вообще считаете, что Актёрство, оно нужно было Оно не заменилось одно другим Остаётся профессия актёрская Сама по себе Вообще, как бы стендап Очень много в себя включает И актёрского существования В том числе Нельзя разделить одно От другого Я же выступаю У меня есть какая-то подача Я какой-то сейчас Проецирую образ Там матери Или там женщины В возрасте Или там женщины Которая приехала на отдых Покупателя, продавца И так далее Вот Актёрская профессия В этом смысле очень помогает Они вообще взаимообогащаются Во-вторых Стендап для актрисы Это очень мощная проверка Навшивость То есть, если актриса Прошла стендап Она может сыграть Всё, что угодно И я сейчас с нетерпением У меня скоро 50 Жду ролей Для моего возрастного Для моей возрастной категории Я думаю, что наконец-то Они у меня появятся Как раз сыграть то Что вот я хочу И я сейчас могу реально Играть чуть лучше И чуть больше Чем я могла там Допустим В 20-30 лет Сейчас это интереснее даже Вот Я пока ещё искала информацию У вас знаете, как называется Самый зрелый Стендап Ягодка созрела Да, у меня сразу Так аж ёкнуло То есть, вы приходите Да, вот эти все Молодые ребята Такие причесанные Вышкаленные Причапуренные все Да, и приходите вы У вас вообще такая подача Вот Я вот простая такая Да, я вот своя В доску Я вот вам сейчас Здесь всё расскажу И при этом вы их старше Как вы себя чувствуете В этом Где вы видели там Причапуренных ребят Вот все бомжи какие-то Они такие на сцену Это вы их на сцену видите А мы их видим по телевизору А в телевизоре Там приятели костюмеры На самом деле Они такие же простые Такие же абсолютно Безбашенные люди Как и все стендап-комики Все больные на голову Все абсолютно Если ты больной на голову Это стендап Да Там ты будешь своим Правильно? Ну конечно Здоровые люди не идут С травмой детской туда И с какой детской травмой Вы пришли туда? Я с детской травмой Ну скорее всего Мне мало родителей говорили Что я самая крутая на свете Что у меня всё получится Поэтому я вот всю свою жизнь доказываю Слава богу уже доказала Знаете Наступает какой-то момент Когда уже родителям Ничего не надо доказывать Когда они уже становятся твоими детьми И ты думаешь Ес, всё, я победила Теперь-то Наконец-то Вот мы, кстати, сегодня утром Разговаривали с педагогом по вокалу И Ещё и вокал Евгения Господи Сколько кружков Мы разговаривали, да Я только разговаривала Я ещё не пою пока Есть пятна на солнце Вот То есть мы как раз с ней сегодня В эфире беседовали И говорили о том Что большинство из нас Это всё поколение Таких недолюбленных Немножко Недоласканных детей Это поколение детей советских родителей Которым всегда было некогда Потому что очередь за курицей Идёт Но очень суровых ещё родителей Суровых, конечно, да То есть дети как-нибудь да вырастут А курица кончится Да Поэтому надо что с этим делать Вот А вы представляете Такое, ну как бы Межпоколение всё-таки Да И вот Как Ну не знаю Как бы вы можете Как вы можете оценить Действительно мы там Недолюбленные, недоласканные Или это Просто как-то Избранные Ну в каждой избушке Свои погремушки Что называется В каждой семье Свои какие-то установки Мне кажется Тут нельзя обвинять В поколении В любом поколении Можно встретить И супер добрых родителей И супер авторитарных родителей Но в целом Мы выросли в стране В которой как-то было Всё больше Понятнее И яснее Скажем так Мы все шли К какому-то одному Светлому будущему У нас у всех были Какие-то одни и те же мечты И вот Я поняла Что у меня Например В какой-то момент Кончилась последняя мечта Ещё аж с 90-х годов Ну то есть знаете До 90-х годов Намечтала А потом Чего мечтать Уже непонятно Началось новое время Новый срез Я вот только О чём мечтали Я мечтала о машине Квартире Мужа и детях И всё как бы Собственно говоря Есть Вот уже сейчас Последняя комба Сейчас сложилась У меня теперь есть Наконец-то машина Наконец-то И всё И теперь я думаю Что же Что же ещё Может быть О чём ещё мечтать Мировая слава Мировая слава Очень абстрактна Мировая слава Лучше думать О чём-то рациональном О чём-то материальном Любая мечта Она как бы Должна иметь Свои какие-то очертания Что такое мировая слава Может быть Мировая слава Как у Гитлера Например Так себе слава Так себе слава Вы ведь участвовали Тогда в кастинге Открыты микрофоны И для того Чтобы попасть В стендап-шоу Вот вы помните Вообще Своё состояние Когда приехали Там сидят Одни мальчики И Юля Ну там сидят Уже такие были Обрюскши Немножко мальчики Это очень Как бы Мне кажется Такое Абстрактное понимание Какие там сидят мальчики Я не могу сказать Что прям КВН Это прям дело молодых КВН тоже уже составился Сколько он уже существует Посмотрите на Маслякова Да на одного Масляков не стареет Не стареет Конечно Конечно не стареет Вот И когда Нет У меня другой был трип Потому что Актриса Это один род Один род деятельности И когда ты идёшь И актриса Это такой очень Ну скажем так Высокомерный человек Актёрство Это такая Высокомерная профессия Когда ты всё-таки Какие-то Обслуживаешь Мировые месседжи Ты там играешь Толстого Чехова И ты несёшь какую-то Ответственность За культурный слой Стендап Это очень народное искусство И в этом смысле Для меня Самое главное Было перебороть Вот это вот Как бы Из высоколобого Какого-то искусства В такое площадное Ну то есть Нужно ли мне это И вообще Кому это надо Вот моя жизнь Кому вообще интересно Жизнь рядового Обычного человека Кому она интересна Тем более молодым людям Привет Я Лена Мне 45 И все такие Серьёзно Она сейчас не упадёт Со сцены Надо говорить до конца Вот Я в какой-то момент Поняла Что когда я шла Я шла последней Я так сильно боялась Я шла последней Там в кастинге Было где-то уже Наверное 11 часов вечера Я шла Это сколько часов Он длился Там невероятно Ну если бы Только на один стендап-фестиваль Приехало около Тысячи людей Тысячи стендап-комиков У всех вот эти вот Были таблички Там уже за 800 Зашкальбили Да-да-да Нет Это прям отличная история Стендап вообще Я считаю Очень правильная За счёт стендапа Собирается такой Контекст поколений Я вот смотрю Кто что рассказывает Если в целом собрать Да То это Можно вычленить Какие-то Ну такие самые главные Главные там идеи Которые волнуют Сегодняшние поколения Это очень интересно Они все погрязли В технологиях Они все погрязли В отношениях Они совершенно не знают Что с ними делать Они все идут против отцов В общем короче Всё как всегда Вот Так вот Я шла туда И я Три раза поворачивала назад Я когда туда вошла Увидела всех этих людей Я подумала Ну ладно Сейчас я просто выступлю Обосрусь там Грубо говоря Пардон Не знаю Проспрощение у всех зрителей И уйду И я была просто в шоке От того Что мне сказали Что мне нужно прийти ещё раз И когда мне уже сказали Прийти ещё раз Мне просто включилась Это соревновательная история Да Почему бы нет Да Почему бы мне не попробовать Ну то есть Нужно было только Вот этот сделать шаг Из одной комнаты в другую И когда я уже оказалась там От неловкости может быть Да был Был я про него Как раз и говорю сейчас Конечно Это было самое главное Моё преодоление себя Что кому это нужна Моя частная жизнь Зачем Нет Ещё потом уже Когда вы скажем Уже заявили себя Как стендап комик Вы прописываете монологи Которые потом слышат Там сотни тысяч людей Вот после того Как монолог прозвучал Вы увидели его где На ютубе например Вот посмотрели на себя И подумали Меня сын сейчас убьёт Нет Нет Во-первых Сын не смотрит Телевизор Слава богу И с интернетом Он на самом деле Сейчас ему некому Он смотрит В другие ресурсы Но он уже взрослый Да ему уже 19 лет Конечно Он не обижается Когда вы что-то про него Вшли Да конечно уже нет Он же понимает Он же с детства в театре У него как бы мама Актриса Он у меня Кормила его грудью И бежала там Играть кормилицу У Джульетты То есть он как бы В какой-то момент Видел маму с косой Без косы В парике Без парика С ресницами и без Он понимает Что такое профессия А что такое частная жизнь Он прекрасно как бы Врубается и разделяет И когда Перед тем как выступать Там с монологом про него Я сказала Ты же понимаешь Что это не ты А что это среднестатистический Собирательный сын Говорит Конечно я понимаю И у нас Ну никаких Мне там пытались Какие-то писать люди В комментах Но я тоже ему Очень быстро объяснила Это было ему наверное 16 лет Я говорю Объяснила Что как бы Нормальные здоровые люди Комментарии не пишут Ну они не пишут комментарии Особенно плохие Ну любые Любые Обсуждать сидеть Как бы длинными Писать какими-то полотнами Кто что сыграл И кто кому мать И кто как что сделал Это же Неприлично Неприлично Да Да и тем не менее У вас такой образ Все таки именно Вот о матери Да Актрис Женщины в возрасте Вы собираетесь От него отходить Или так и будете То есть это уже Такое амплуа Вот Ну я пытаюсь Отходить Отходить куда Отходить в сторону того Что я допустим Уже рассказала Что я мать И все это поняли Я допустим Рассказала Что я в возрасте И все как бы Знаете как в ситкоме Мы сначала узнаем Многое про персонажа А потом он уже может делать Хоть в космос лететь Да Мы про него уже многое знаем Но у меня пока Так мало эфиров Что у меня еще не сложилось Вот этого понимания Поэтому мне нужно еще По-прежнему Обслуживать возраст И обслуживать мать Ну потому что там допустим Возьмите там Не знаю Руслана Белого Да например Или Юлию Ахмедову Мы как бы про них Уже многое знаем Потому что у них было Много эфиров Им уже не надо объяснить Что это военный Это феминист Когда у нас уже Как бы это есть Подсознание Этот образ Мне еще нужно Очень многое доказывать Еще очень много рассказывать Какая я мать Что я за мать И так далее Чтобы потом уже Отходить от этих тем А так можно отходить Конечно во многие тем Я бы там Просуждала бы допустим Про те же самые Новые технологии Про как бы мир будущего Что это за общая идея будущего Мы сейчас делаем подкаст Тоже для ТНТ Общаемся с футурологами Учеными футурологами Есть чувак Который открыл В Подмосковье Криоферму Это был интереснейший Вообще разговор В моей жизни Про то Как можно избежать Смерти Ученые на полном Серьезе Будут замораживать? Заморозили уже Уже заморозили Да Заморозили Видите Бывает Периодически Но вот Когда вы пришли В стендап У вас наставником Была Юлия Ахметова Да Как с ней складывались Отношения Насколько она вообще Такой легкий человек В общении Хороший педагог Может быть Или Какой-то дух соперничества Она была Одна девочка В стендапе А сейчас вас двое Уже вот тут надо Двое Уже четверо Уже четверо Четверо И уже вместе сейчас И Ира Приходькова И Ира Приходькова И Вика Складчикова Да Вот вы пришли Она одна была Такое прям место Как-то Как-то вот этого Мы же не оцениваем Была одна девочка Теперь две девочки Это все происходило На такой истерике На таком страхе Что Ну как бы понятно Что Юля Это такая незыблемая величина На сколько они уже занимаются Стендапом Да Мы только-только Вот пришли КВН Да Мы еще не совсем понимаем Еще как слепые котята Мы еще не совсем понимаем Как писать Про что рассказывать Чтобы это сработало Какая подача И так далее Вот Юля Я не могу сказать Что легкий человек Но я в принципе Не видела ни одного Стендап комика В принципе Пишущего человека Чтобы он был Прям легкий человек Легкий человек Это вот Ну душечка У него нет никакой ответственности А там Каждый день писать И как бы Выносить свою жизнь Это мощная ответственность На самом деле И тут И депрессии На этой почве бывают И там Всякие жизненные Факапы И так далее Вот Но она Безусловно Профессионал И она Безусловно Очень Мне кажется Честный и справедливый человек В плане Она Мне кажется Вот у нее такое сознание Знаете Как мэра города У нас осталось Семь дней До перерыва Осталось Две минуты Как у мэра города Вы прямо сейчас Больную тему затронули У нас тут Выбирались Снимались И что там С мэром города Юлия Ахмедова Расскажите нам Ну я имею ввиду Что она У нее столько энергии И У нее сознание Человека Которая Держит Может держать Очень много объектов Она не сосредотачивается На чем-то частном Она очень крутой руководитель Грубо говоря Понимаете Очень крутой хозяин Креативный продюсер Она Ну Женщина Которая просчитывает На несколько ходов Вперед Потому что Уже давно этим занимается И занимается этим Как креативный продюсер В принципе Как продюсер Поэтому у нее сознание Не Ах боже мой Меня сместят с места Я теперь не единственная девочка У нее сознание Что же сделать еще Для стендапа Чтобы он развивался И вы по сути У нее ученица До сих пор? Да Или сейчас уже ушли У них у всех У всех ребят Которые Занимаются этим Достаточно долго Конечно Мы еще в учениках А кто-то у нас в учениках И такое вот бывает Понимаете? То есть приходит кто-то новенький Да И он уже на вас смотрит Да Конечно Ну а допустим У вас есть же свои какие-то кумиры Вот вы приходили В тот же открытый микрофон Например проект Да Там огромное количество людей задействовано Есть какие-то любимцы И вы думаете Вот у них бы поучиться Да А есть которых Например Ну не очень любите Их юмор вам не близок Как вот здесь быть? То есть Всех надо слушать Или тут можно проигнорировать? Нет Ничего не надо слушать Нужно всегда как бы Ну Слушать Что тебе говорит человек Но всегда пропускать Это через свой какой-то фильтр Потому что если ты возьмешь Грубо говоря Совет в один-в один Как тебе его Как бы преподнесли Ты проиграешь Потому что человек тебе дает свое видение Ты должен пропустить через свое видение Через свою подачу Через свою манеру речи Через свою лексику И свои формулировки Только тогда это будет интересно Чтобы не скопировать Конечно Конечно Мы продолжим после перерыва Сейчас новости Оставайтесь с нами У нас сегодня в гостях Комик-актриса Стендап-комик Елена Новикова Сегодня вот вечером У нее будет концерт В студии 69 Да А мы пока вот общаемся Мы вообще говорили про юмор А за эфиром стали говорить о политике А вещь Это кстати та тема Которую Елена не затрагивает В своих стендапах А оказывается Она в ней неплохо разбирается Почему не политика? Где политический юмор? Политического юмора пока нет Там пока для меня ничего смешного нет Ну а что там смешного? Меня пугают политики на самом деле Вот в принципе политика как явление И люди которые занимаются политикой Но мне кажется вы здоровы вообще То есть такое отношение Я поняла Ну а с другой стороны Все-таки как актриса Вы играли там и достаточно серьезные драматичные роли Ну на мой взгляд И потом ушли в юмор Это вообще как бы другая сфера Где комфортнее себя чувствуете? Там где я знаю что я делаю И в стендапе есть такие моменты Когда я вообще не знаю что делать И как еще как бы затронуть эту тему Как ее рассказать Ну и в актерстве Там в кино достаточно часто я снимаюсь Есть такие моменты Когда мне очень некомфортно Ну в кино это же коллективное творчество Там может быть некомфортно просто потому что Не знаю не отапливается гринваген А тебе нужно идти играть весну А там у тебя в гримерке минус 20 Вы как-то сказали в одном из интервью Что или шутить умно Или вот как бы не шутить вообще Вот что имеется ввиду под шутить умно? Я так сказала шутить умно? Да, представляется Или я сказала может быть что шутить о том чем я знаю Нет, шутить умно Шутить умно я сказала Мы можем сейчас давайте правду Как на самом деле сказали Шутить умно Я наверное имела ввиду Что лучше формулировать какие-то вещи Не очень просто и не очень банально А поднимать в этом какое-то не знаю Общее целое Что вывело бы нас на какую-то еще другую Отдельную мысль Которая была бы например Необычной, уникальной и так далее Стендап это карьерный рост? Да, безусловно Ты растешь как личность Когда ты занимаешься стендапом Ты каждый день себе говоришь Кто ты? Кто ты? Кто ты такой? Что ты хочешь? Что ты делаешь дальше? И когда ты себе задаешь эти вопросы Каждый день ты безусловно развиваешься как человек Но в стендапе есть такая большая опасность Во всяком случае Вот в том режиме В котором сейчас у нас происходит жизнь В подготовке к программе на ТНТ Когда это бесконечные дедлайны Это бесконечный стендап То есть каждый день я говорю своим детям Мне некогда Не мешайте мне Это неправильно У меня должно быть 50% стендапа 50% моей жизни, моих детей И не получается Не получается Ну очень часто не получается Ну бывает такой час Грубо говоря Пик Когда Или как называется Момент невозврата Когда я говорю Да пошло оно все Да И прям погружаюсь полностью в жизнь Мне кажется Я сейчас даже могу себе в этом Это позволить И не париться И не переживать Потому что Как в принципе показывает мне моя жизнь Ну как бы Если поковыряться Можно найти любое зернышко Ну не так Так эдак Да Прорвемся Проживем как-нибудь Слухи хотите Давайте Давайте Говорят вы очень своенравные Можете взять и не прийти на выступление Можете Взять и не прийти на выступление Оплаченное Или проверку материала Хороший вопрос Вот тут А если мне заплатили деньги Я приду в любом случае Ребята Я мать двоих детей Действительно да Поэтому сегодня вечером Нам нечего бояться Вы точно будете выступать Но вообще Мысль такая была Не прийти Не прийти Почему Ну потому что страшно Конечно же Потому что Ты когда Назначаешь концерт Там за месяц И думаешь Ну через месяц Я конечно же Подготовлюсь Это же еще не скоро Это же не скоро Да И вот пожалуйста Выезжая Да нет У тебя нет материала Боже мой Что же ты будешь Рассказывать Это все не смешно Это все ужасно Бесконечно вот эти вот Мучения Критично к себе Конечно Конечно Ну вот вообще Вы считаете себя Скажем капризным Капризным актером Или нет 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 Я вообще Я в плане там театра Когда я им плотно занималась Я вообще была как робота У меня такого не было Хотя я могла сказать Режиссеру Что это неинтересно Это скучно Так это любой актер Имеет право это сказать Если действительно Неинтересно И нескучно Почему бы И зрителям значит Будет неинтересно И скучно Какие темы не заходят Вот есть успешные Или в принципе Вообще может быть Даже в принципе Вы как изнутри видите Вообще Как рождаются эти стендапы И как рождаются эти шоу Какие темы Вот вы слушаете Думаете Ну не-не-не Не пойдет Нехорошо Ну не знаю Вранье не заходит В основном Когда человек говорит Что с ним это было А ты понимаешь Что с ним точно Этого не было Но это же бывает регулярно Да бывает регулярно И регулярно Это бывает Не смешно И не заходит Прикольно Когда человек Как бы чуть глубже Копнув там В свою какую-то травму В свою какую-то Боли Как бы еще И сарказм туда Сверху повесил Прям бывает Прям шикарно Прям сидишь И думаешь Блин Почему я так Не смогла Быть откровенной Как он Вот это Прям меня иногда Подкупает В стендапе Ну то есть Ты иногда Так на нейтралочке Едешь Ну там чуть-чуть Копнуло Там чуть-чуть Копнуло Вот и концерт Закончился А что это было А мы не понимаем Что это такое Люгенькое Веселенькое Ситчик Такой А бывают И стыдных вещей До детей И так далее Они Ну в этом смысле Уже рисуют Такими большими Мощными мазками Прям Думаешь Когда же ты Станешь так масштабно Мыслить И так как бы Просто вынимать Из себя Такие больные темы Так чтобы это было смешно Как Вот это вот Копание вглубь себя Для того чтобы Зритель посмеялся Насколько это вообще Трудно Это же довольно тяжело Взять какую-то фобию Или свой страх Или свой недостаток Какую-то детскую травму И сделать это смешным Сделать это смешным Это ужасно трудно Это же практически невозможно Я вот Ну Все снимают там По 15 монологов Я снимаю Один монолог за полгода Для ТНТ И И то как бы Я не уверена во всех Вещах которые говорю То есть я прям Очень к себе Как бы мощные темы То есть я считаю Что Если бы я это так Не издала Как бы весело Да Без такой подачи Наверное бы это и не зашло Как юмор То есть в этом смысле Мне актерство помогает Еще как бы Ну немножко чуть-чуть Доиграть Продавить И тогда люди Начинают как бы У них шутка На лифте подъезжает К ним Знаете Вот не сразу Не прямое попадание А наверное Она вот это имела в виду И вот это меня прям бесит Что я не могу еще Ну Глубже Не глубже А вот точнее Сделать эту шутку Точнее Так что прям Им совсем было все Разжевано С одной стороны С другой стороны Чтобы для них Это было прям Ржачно невозможно Но это вообще Такая способность Скажем так Оборжать любую ситуацию Она просто есть Вот где-то там Под коркой Да Она у меня всегда была Всегда есть Я всегда Меня в школе Называли клоуном Ну да Ну есть знаете Всегда там Есть девочка тварь В классе Есть девочка клоун Есть девочка красивая Есть девочка там Умная Умная Обязательно отличница Да И дочка учительница Да У нас был сын учительницы Да У нас были близнецы Два близнеца Сыновья наши Учительницы по химии Ну вот я прям угадала Да Ну и вот это вот Клоун это было Почему? Потому что вы все время Ну то есть клоун В моем понимании Это человек Который там умеет Там покривляться Да А все-таки шутить И обсмеивать ситуацию Это не совсем кривляние Это вот такая способность Находить позитив Негатив Ну скорее всего Я так сейчас анализирую Что я хотела просто Снимать какое-то напряжение Таким образом Знаете в какой-то момент Всего класса Всего класса Да Ну когда уже невозможно Страшно И вот она идет контрольная Мухи летают Страшно всем Мы не выживем Все теперь детство Кончилось Жизнь кончилась Мы теперь дворники И всегда хотелось Прямо встать на пар То есть пошли в кино Или что-нибудь такое Там станцевать Я помню Учитель физкультуры Однажды мы Сгребали снег У нас на школьном дворе То есть приближались К дворникам Да Да Приближались После контрольных Обучали заранее Вместо труда Меня поставили На гору На снежную И я там танцевала И в меня бросали Там какими-то снежками Это было дико весело Насколько я помню Потому что Мы что-то Челентана пели Я не помню Походка Челентана ходили Какой-то бред И учитель по физкультуре Взял меня за шиворот Мне 15 лет И он так И вот так сильно Это взбесило Что он у меня Прямо до кабинета директора Вот таким вот образом И как бы Я в кабинете у директора Устроила прям перформанс Я помню Ну то есть я никому не давала Слово сказать То есть это было Ну это была не агрессия Это был первый стендап Да Это был прям первый стендап Я всем все рассказала Что я про них думаю Что такое школа вообще И что как бы Я все сделаю Чтобы искоренить А в конце надо было Закурить в кабинете директора Да И уйти на кого-то Да Я спросила Есть ли у них что Но у них не оказалось Не судьба Хотя казалось Вы взрослые люди Да И мне было прям так весело Выходить И мне говорят Ты куда Да я все Я больше не вернусь Ну а пришлось Возвращаться Ну пришлось конечно Они пришли Меня умоляли Вернусь Ну да Сейчас можно говорить Вообще все Что угодно Как муж относится К профессии Считает ли он ее серьезной Он считает все серьезным Что приносит деньги Это же Логично Ну да Поэтому если это приносит деньги Если я ухожу Как бы там Не макраме вязать И потом прихожу пьяная А все-таки с деньгами То То есть если уходишь вязать Ну как обычно Все женщины Уходят Возвращаешься пьяный Но с деньгами Макраме Делай серьезное Конечно То есть это все допустимо Да Вот эта шутка кстати Про меня ждет Фамилия Дэниелс Ему 18 лет Она прям прекрасная Но вообще вы все время Вот обшучиваете И детей И вот этот Какой-то быт такой Да Я не знаю Мне кажется он очень многим близок Но при этом Сейчас очень много женщин Стремится знаете Такими быть куколками Да То есть вот Телочками Ну пусть быть Телочками Да Ну то есть сохранить Эту молодость Какой-то вот такой Фифочкой Такой побыть У вас этого нет Вот прям ни на грамм Не хочется Или это настолько Противоречит? Ну мне кажется Что для того Чтобы быть Телочкой Или фифочкой Мне немножко не повезло С внешностью Потому что Ими становятся Вот другие девушки Вот такие Как вы Спасибо Я даже не знаю Комплимент Это называется Так хорошо выглядишь Я тебя не узнала Спасибо Это не так называется Ну просто Ну даже если посмотреть в кино Кто играет главную героиню А кто играет там Кормилицу-поилицу И бабушку-печку Ну либо жена режиссера Да Либо телочка Да Да Либо парень режиссера Как сегодня принято Ну вот поэтому Мне кажется Что мне просто Не повезло С внешностью Если бы у меня Было хоть Чуть поменьше нос Рос вес Не такой подбородок И я была бы Вся не так сложена Как пловец Да То наверное Я бы с удовольствием Играла эту роль С удовольствием Манипулировала бы мужчинами Пошла бы вообще В другую профессию Возможно Мы не будем говорить Да Конечно Потому что Пусть дети доучатся В этот год В школе Как публика Вообще ведет себя На этих стендапах Ну кстати Всегда хотела спросить Вот мы смотрим Например выпуск стендапа Да И вот все так идеально Гладенько проходит И публика смеется А сколько дублей Вот два в этом Один Это все в одном дубле Записывается? В одном дубле конечно Да И живой абсолютно звук И вы можете услышать Что если нет реакции Ее и нет реакции Но она Это чувствуется Сразу видно Что реакции нет Как тогда начинаешь Себя ощущать Не хочется убежать со сцены Вот на концертах Которые снимают Я никогда не видела Такая приходит публика Она так любит стендап Они приходят за 200-300 рублей Это практически ничего Они не заплатили Как бы огромные деньги Чтобы допустим Не смеяться И просить Чтобы их удивили Это в основном студенты Люди Которые любят Вот этих конкретных комиков Фанзона и так далее Поэтому они воспринимают все Вот ну абсолютно Как благодарную публику Как что называется Зал матерей прям Ну прям Прям мед Прям патока То есть как бы ты То есть если ты можешь Ты можешь не зайти Грубо говоря Только если ты Ну прям совсем накосячишь Забудешь текст Или там не знаю Как-то сдашь По-ублюдски Вот А так Всегда на ура И даже не нужен Второй дубль Бывает иногда Из-за мата Переписывают Потому что Ну невозможно Запикать все Бывает от страха Начинают комики материться Очень много Тумачи Поэтому как бы Надо переделывать Ну а если мы говорим О концертах За которые публика Заплатила Там Заплатила Да И у нее начинается Вот это лицо Я заплатила 20 евро И весели меня На все 20 евро Насколько легко Ее расшевелить Мне очень тяжело Ее расшевелить Потому что я Не общающийся Я не интерактивный комик Который говорит А что вы А что я Вот давайте поговорим Я у меня вообще Я сначала пыталась Это делать Но поняла Что это совершенно не мое Я начинаю закапываться Я начинаю как бы нервничать Как бы из-за конкретного данного человека Мне легче как бы вести их За своим материалом И в зависимости от публики Который здесь сейчас Я понимаю Ага Мне надо вот это Чуть быстрее сделать Они хотят просто энергии Они сейчас не настроены слушать Они хотят просто вот Ну поржать Просто Просто я начинаю все это Динамичнее сдавать Энергичнее И тогда это Более-менее заходит Но вообще это страшно Когда они заходят Страшно когда нет Никакой реакции А как проверить заранее Можно своим прочитать Как ты думаешь Да мы же проверяем материал Каждый день Каждый день я выступаю Каждый божий день Иногда по два По три раза И это всегда Разная публика Если вот вчера Мы выступали В московском клубе Стендап Стормуску Там 200 мест А пришло например Чек 70 И это было В 20 день 30 Люди из мучной работы Четверг Они выпили сейчас немного И у них просто Из них не выходит Энергия Они просто ну сидят Как бы полуспят И вот я думаю Надо ли мне их сейчас шевелить Людям и так хорошо Но вот не смеются они сейчас Не потому что я возможно плохая Тут же не я Одна выступает Другие комики Я знаю что это хорошие комики И они сейчас как бы Ну так вяло реагируют Не потому что комики плохие И шутки у них плохие Просто устали Просто устали Да А что делать когда комик устает Вон из профессии наверное Из искусства Из искусства Вон из искусства Можете себе позволить Допустим Ну вот отменить Выступление Концерт Сказать не могу Устала Не лезет Свой Если это мой сольный Я еще раз говорю Нет Если это концерт За который заплатили люди деньги У меня никогда такого не было Чтобы я его отменяла Переносить Переносила Но отменять Никогда не отменяла Но в основном Как вы говорите Я не прихожу там На концерт Потому что Не на концерт А на проверку материала На грубо говоря Открытый микрофон В котором кроме меня Еще 15 комиков И мое отсутствие В принципе не все там заметят То есть со мной Или без меня Плюс-минус Как бы это не будет Играть большой роли Вот сейчас На данном этапе Если Допустим Посмотреть Что у вас открытый микрофон У вас стендап У вас сольные концерты Уже начались Первый сегодня Да Ну это же круто Как дальше Вы думаете Будет развиваться Ваша карьера Что будет больше концертов Или не знаю Может быть больше акцент На кино сделать Может быть как многие Комеди-клабовцы В полнометражном фильме Сняться То есть вы же как-то Планируете В ближайшие 2-3 года Мы уже очень много Делаем для этого У нас уже Сейчас Прямо сейчас У нас запустилось Для ТНТ-премьеры Уже 3 проекта Для интернета Я пишу сейчас С авторами С моими друзьями Сериал Ситком И скетчком Мы уже сняли В этом как сценарист Как сценарист Как исполнитель Главной роли Как это происходит Сама написала Сама сыграла Вот так это происходит Я никогда этого не делала Вот сейчас это происходит Именно так Какая граница Должна быть Самолюбие Это не самолюбие Мне предложили это сделать Я очень долго сопротивлялась Так вот да Ну правильно Вам предложили сделать Вы думаете Окей хорошо Вот я напишу сценарий И сама сыграю Как вот я здесь буду выглядеть выгодно Какая у меня рабочая сторона Левая Вот я буду все время С левой стороны показываться Так это происходит Ну нет Играть в сериале Там в кино Это не только показывает себя С выгодной стороны Потом Когда ты пишешь Сама сценарий Ты можешь написать Такие ситуации Которые ты Как актриса Можешь реально обыграть Сыграть Потом я там Не единственный персонаж Там еще Помимо меня есть Ну как вам сказать Эта история Про команду Та история Которая сложилась В жизни И так Мы просто ее переносим На бумагу И мы еще ничего не сняли Мы только сели писать У нас возможно Еще не получится Может быть Мы там К восьмой серии Поймем Что по-моему Это ребята Вообще не катят Это вообще не смешно Переругаться может Переругаться Не знаем Достаточно давно вместе Чтобы уже переругаться Сколько всего написано И сделано Чего ругаться-то А ревность Профессиональная есть? Зависть Ревность Ну есть К людям Которые могут так писать Ну то есть Это такая белая зависть Я хочу так научиться Она называется Я пока так не могу Но я хочу так научиться А не профессионально Зависть Просто зависть Ревность Просто сама по себе Ревнивый человек Завистливый В этом смысле Завистливый Что ты тарахтит Что ты тарахтит Все время Сделай пожалуйста Потише И вот тут у меня была Зависть Крити конкретно У нее крыжок А меня сделали потише Да А ревность Ревнивый человек В плане мужиков В плане мужиков Мужиков Была раньше Очень ревнивая Страшно ревнивая Ну просто еще чуть-чуть И был бы приворот Один был такой случай Да То есть это когда Она опять задержалась Зацепила на себе Как же я такая Прекрасная Распрекрасная Какие еще могут быть Другие женщины Выжигалась Но это Мы с мужем уже Больше 18 лет вместе И уже как-то Знаете Если сейчас кого-то нашел Я бы только была бы рада Если честно Потому что меня разгрузят По этой части Просто меньше надо было бы Убирать дома Или что Если там еще покормят Так вообще супер Прям можно позвонить Сказать Чем ты сегодня кормила Я тогда не буду Я уж им и другое Приготовлю на ужин Да Но уже нет такой Да Уже нет Ревности Вообще Да Вообще Мы души А любовь Любовь Морковь Не знаю такого Да Но просто как она Не знаю Ревность ушла А при этом там Любовь должна была остаться Есть Становишься же родственниками Вот мы же понимаем Что я вижу мать Я же не говорю себе Я люблю мать Она мне просто мать Я там вижу детей Я люблю детей Ты же не обозначаешь Это чувство С мужем такая же Самая ситуация Что бы уже не происходило Там от ненависти До разных ситуаций До катаклизмов Прям до полнейших Кризисов У нас была с ним Драка Вообще мощнейшая Однажды Мы убивали Я еще и победила его Понимаете Там вообще Трагедия Теперь вопроса К тому Это пошлость ради пошлости Я очень давно Хотела бы рассказать Про расизм Но поскольку я в себе Нахожу очень много Вот этого расизма Я как бы И вижу это сейчас В своих детях А мы живем В многонациональной стране Я пытаюсь И так и сяк Эту тему крутить У меня пока не получается Потому что я никак Не могу найти В этом смешное Для всех Но она вообще Такая опасная тема На самом деле Вот пока Пока во всем мире Считается почему-то главным Почему-то Да И это очень несправедливо Это чувствуется Да Да-да-да Конечно Во всем мире А за какие-то выступления Бывают стыдно? Посмотрела Думаешь Боже Что я наговорила Конечно Я буквально сейчас В самолете летела И смотрела вчерашние выступления Думаю Ну а как так вообще Можно было сдавать материал Что случилось? Что пошло не так? В какой момент? Почему так надо было Слить половину материала Просто про тараториев Почему так надо было Сформулировать Почему я не собралась? Конечно стыдно Но вы делаете Какой-то разбор полетов Только вот внутри себя Где-то Да Или там Не знаю Со своим Может быть там Менеджером С тоже Юлей Или вы садитесь все вместе И вот там Нет Ничего такого не происходит Уже все Пустились Давно-давно Свободное плавание У меня есть парочка друзей И есть Ну прям Очень один мой близкий Друг Который тоже занимается Юмором Не стендапом А юмором И вот когда он приходит То он мне так прям По-братски рассказывает Что вот ты вот сейчас Делала то-то, то-то и то-то Но он к сожалению Редко бывает На моих выступлениях Поэтому когда я просто Смотрю на там Видео Просто отсматриваю Ну я могу тоже Как бы понять Почему вот это вот происходит Знаете Когда Ты не вытаскиваешь Все в шутку Что делает шутку Шуткой Да Говоря Грубо говоря Вот пропускаешь этот монтаж Не вставляешь один блок Из-за которого Так как раз И будет смешно Вот тогда Становится стыдно Потому что иначе История Получается совсем другая Получается что ты дура просто Ты стоишь Ты прям конченая дура Как бы ты про это рассказываешь Что там нет ничего смешного Но ты делаешь вид Что тебе это тоже смешно Вот это я прям Я ненавижу в себе У нас заканчивается Время эфира Елена Последний вопрос Есть какое-то Не знаю Золотое правило по жизни Девиз Которым вы себя собираете Из этого состояния И снова двигаться в бой Ну не знаю Мне как-то Дедушка сказал Ну типа что Работа это зло С этим и живем Да С этим он говорит Зачем работать Если в саду такие яблоки Или крыжовник Или крыжовник У нас в гостях была Актриса Стендап Комик Елена Новикова Сегодня в 169 Ее концерт Эфир продолжается А мы заканчиваем передачу С вами была Евгения Шафран И Кардион Золотарев Спасибо